Празднование Дня науки продолжилось в Униксе, где прошел фестиваль студенческих объединений Казанского университета. На фестивале структурные подразделения вуза представили интерактивные площадки. Смотрим. Дать прогноз погоды с помощью метеолокатора, определить горную породу и освоить азы китайской письменности. Все это можно примерить на себе всего за несколько часов и погрузиться в самые далекие тайны многогранной науки в Казанском университете. Посетил интерактивные площадки и ректор Ильшат Гафуров. Так, например, студенты предложили ему расследовать преступления с помощью виртуальной программы. Данная программа позволяет найти механизмы расследования преступления, а также выдвинуть какие-то новые криминалистические версии. Также на одной из площадок было продемонстрировано студенческое конструкторское бюро, олимпиадный центр и учебно-научный центр имени Карпова. Это площадка, которая обеспечивает онлайн соревнования, распределенные, которые сначала мы распространим на университет, потом всю республику, потом сделаем уже региональными, которые позволяют участвовать в онлайн соревнованиях по шахматам, шашкам, их модификациям, шашки-стоклетки, шахмата-шведка и других так называемых игр с полной информацией, то есть там, где количество решений может быть определенным комбинаторным способом. Кроме того, на мероприятии можно было познакомиться и с особенностями проведения хирургических операций. Было показано, как проводятся операции на сердце, как можно наложить шов на кожу, на некоторые другие органы. Один из наших кружковцев накладывал шов на сухожилие, то есть тоже достаточно очень интересно, всем было посмотреть. На площадке Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Ильшата Гафурову предложили попробовать себя в роли журналиста и взять интервью у студента Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета. Интервью было проведено и записано командой студенческого телеканала «Универ-ТВ». Завершилась встреча праздничным концертом, где Ильшат Гафуров в своем выступлении обратился к студентам, призывая их активно принимать участие в деятельности научных обществ, кружков и объединений вуза. Мы, если хотим, чтобы и о нашем периоде по истечении определенного времени говорили так же, что эти люди воспитывались в этих кружках и научных лабораториях, то мы должны все-таки примерно прийти к тем же цифрам, которым задействованы наши молодежи в творческих направлениях и спортивных направлениях. С помощью символической кнопки был дан старт перезагрузки студенческой науки в Казанском университете. Диана Шленкова, Виолетта Басова, Фариза Хитоглы, Универ Ньюс.